В Санкт-Петербурге, на дворцовой набережной реки Невы, в мраморном дворце Русского музея, открылась выставка народного художника Азербайджана Расима Бабаева, который является виднейшим представителем так называемой Абширонской школы и ярким деятелем искусства Азербайджана XX века. На многих картинах мастера предзрителям предстают фантастические персонажи, дивы и драконы, волшебные птицы, караваны разукрашенных верблюдов, восточные красавицы, простоватые старички и сказочные бабушки, прародители человеческого рода Адам и Ева. На выставке представлено около 80 живописных и графических работ из собраний семьи художника и коллекции фонда Марджани. В открытии выставки приняли участие и цепрезидент фонда Гидара Алиева Лейла Алиева и посол Азербайджана в России Палат Бельбуляглы. В Азербайджане очень любят русскую культуру, и литературу, и искусство, и живопись. И очень радует, что азербайджанская культура тоже интересна в России. И, конечно, на мой взгляд, культурный обмен – это самое главное. И то, что люди чувствуют, понимают их друг друга, это очень ценно, и мы будем продолжать в этом направлении. Проведение выставки азербайджанского художника в Русском музее, в Петербурге – это всех нас радует. Расим Бабаев был замечательным художником, замечательным человеком. Он ушел из этой жизни, но остались его картины, остались его произведения, осталось его необычное мышление, необычное видение мира, который он отображал в своих картинах. Президент фонда Марджани Рустам Сулейманов рассказал о том, как возникла идея выставки. Расим Жабабаев возник не случайно. Он один из ярчайших художников азербайджанского изобразительного искусства второй половины XX века и начала этого. И он сумел, вобрав в себя как национальные традиции, так и западные художные традиции, старые исламские художные традиции, приемы русско-академической школы. Все это по-своему самобытно переосмыслив и произвести вот такой блестящий набор очень интересных, красочных, свободных, экспрессивных картин, которые, с одной стороны, очень декоративны, с другой стороны, практически каждый из них – это какой-то рассказ, притча, размышления. И его размышления, они заставляют и зрителя сопереживать, размышлять, помимо того, что просто любоваться. О творчестве Расима Бабаева рассказал руководитель азербайджанского образовательно-просветительского центра для детей и молодежи Гасан Масимов. На этой выставке у Расима Бабаева представлены, конечно, его поздние работы. Ведь, известно, он закончил Суриковский институт, потому что сейчас он университет. Кстати, ему диплом не выдали. Почему? Потому что в те годы, 70-е годы, Расим Бабаев и многие художники, и русские, и самые такие маститые художники тех времен, они стояли у истоков андеграунда. Андеграунд – это того искусства, запрещенного в Советском Союзе. То есть они отличались своим изображением, своей манерой письма от реалистичной школы. И действительно, вот сегодня на этой выставке совершенно нет тех работ, которые присущи ему были первые в начальной стадии его творчества. А начальное стадии его творчества, особенно вот 70-е годы до этого, он изображал в реалистической манере огромные цистерны, огромные... то есть азербайджанская природа с его богатством нефтью, но в реалистическом изображении. Теперь этого нет. Мы видим только сказочный, необычный мир. Выставка организована Фондом поддержки и развития научных и культурных программ имени Марджани и Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Азербайджанской Республики Евроссии. Экспозиция продолжит работу до 24 ноября.